Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня я хотел бы вам рассказать про лэптоп Dell G5 5590. Это игровая машинка. Вот так вот она выглядит. 15-inch экран, 144 Гц. Скорость обновления. У сзади, слева и справа. Есть разъем для карточек, мини дисплейпорт, полноразмерный HDMI и Thunderbolt. У меня эта машинка уже где-то полтора недели. В целом очень приятно, потому что довольно хорошее железо. У нас есть в наличии процессор Core i7-9750. Это шестиядерник, который теоретически может разгоняться на одно ядро до 4,5 ГГц, что в принципе очень даже неплохо. 16 джига рама, 512 гигабайт жесткий диск, который разгоняется до 2 гигабайт в секунду на чтение и запись, даже может быть чуть больше. За это время я заметил, что у него есть несколько проблем. Вот в частности троттлинг. Он скидывает тактовую частоту процессора для того, чтобы себя охладить. Происходит это потому, что он разогревается практически со старта нагрузки. Игры или может быть редактирование видео. Серьезная обработка разогревается практически сразу до 100 градусов. Эту проблему сегодня я попробую решить. Что я буду конкретно делать? Конкретно я буду менять термопасту. Ну давайте посмотрим, как, собственно, выглядит наша проблема. Для начала посмотрим процессор. Как я сказал, это шестиядерный Windows 750. По одному ядру до 4,5 ГГц. Все четыре ядра могут работать на 4 ГГц. Я запущу также LNVR Control Center. Это софт, которым обычно снабжается LNVR лаптопа EG серия DELLA. Здесь мы видим скорость процессора. Давайте теперь посмотрим по сенсорам, какая температура. Ну вот в простой у нас максимум около 70 градусов. Повторяю, он ничем не нагружен. Я буду использовать System Stability Test для того, чтобы посмотреть, что произойдет под нагрузкой. Давайте запустим. Вот. Под нагрузку у нас сразу только 100% случилось нагрузки. Сразу температура поднялась до 99 градусов. Не по всем ядрам. В основном третье ядро. Вот. Но, тем не менее, сразу мы видим, что лаптоп начал троттлить. Это красный график 13-12%. Вертушки на данный момент мы видим на 95-98%. Что, в принципе, уже на максимуме. Вот. И, тем не менее, температура не падает. Многие лаптопы, в принципе, могут быть подвержены этой проблеме, но абсолютно не все это, надо сказать. Но обычно это происходит после 10-15 минут игры, например, высоконагруженной. По частотам мы сейчас на 3,2-3,4 ГГц по ядрам. Вот. Что, в принципе, немало и должно хватать для многих вещей. Но, тем не менее, это же не порядок, что лаптоп, который может работать на 4 ГГц, работает на 3,2-3 ГГц. Вот. Ну, давайте попробовать решать проблему. Для этого перейдем к делу. Продолжение следует... Обратите внимание, болты по правой стороне короче, чем болты по задней стенке. Вот. Вот эти два болта, они довольно длинные. Надо будет учесть при обратной сборке. Нужно аккуратно поддевать крышку, чтобы не поломать защелки. Так. Железяк все-таки новая. Вот этот почему-то не хочет откручиваться. Давайте попробуем его аккуратненько закрутить. Все. Выкручено. Вот у нас замечательная система охлаждения. Ага. А этот друг не хотел выкручиваться, потому что он, в принципе, содержит вот такую вот штуку. Вопрос, почему остальные не содержатся. Да. То есть, есть подозрения, что его уже, в принципе, разбирали до меня. Ну и не просто подозрения. Я вижу отпечатки пальцев на SSD. Что-то меня вообще это не вставляет. Тема. То есть, возможно, придется его вернуть обратно. Ну ладно, посмотрим, что у нас тут есть. У нас батарейка на 90 Ватт часов. По-моему, себе такая должна держать нормально. Две планки DDR4. Вот такими наклеечками черными. Адаптер. Wi-Fi, по-моему, интелский, да. Интел, чья память-то? Память безымянного солдата. А SSD, кстати, то, чтобы... Ну, что-то я не совсем понимаю, почему. Зачем его трогали пальцами. С какой целью? То есть, возможно, мы бы только не продали восстановленный. На самом деле, здесь какой-то непонятный скотч. Вот, ну, окей. Давайте открутим вертушки сначала. Заметьте, я специально разбираю лэптоп на открытой такой штуке. Чтобы, если что, где-то можно было знать точно, где они. Хотя это можно определить, в принципе, по видео, которое я сейчас снимаю. Я думаю, что я вентилятор даже не буду отсоединять. Я просто их откручу. И просто дам свободу, чтобы я мог спокойно откручивать радиатор. Кстати, где тут должен быть еще один PCI-интерфейс свободный? Блин, плохо-плохо-плохо откручивается. Срывается резьба, хотя отвертку у меня много. Срывается шлиц. Неприятно. Давайте. Обычно эти болтики до конца не выкручиваются. Они обычно на своих крепежных площадках остаются. Поэтому не усердствуйте, чтобы не выкрутить их. Кстати, заметьте, сами болтики пронумерованы. Номерами 1, 2, 3. Это, видимо, 4, за наклика не видно. 5, 6 и 7. Аккуратно прокручиваем все. И пытаемся их оторвать. Так, кто-то держится. Кто-то держится. Кто у нас держится? Держится у нас, походу, вот этот друг. Отпустил. Вот этот. Кто-то тут еще у нас. Не вышел из базы. Так, я его раскачиваю. У меня такое ощущение, что здесь термопастой просто заливали все. Все, что можно было залить, а не залили. Так, вертушка свободна. Вторая свободна. Кто же у нас держится? Вот этот вот, по-моему. Этот не держится. Так, если никто не держится, то кто же нам не дает разобрать его? Все, вроде как никто больше. Это раз. Два, очень аккуратно с вертушками, чтобы не оторвать их. Коннекторы. Их просовываем. Давайте посмотрим, что тут. Ну да, термопаста есть. Кто у нас тут видюха, кто у нас GPU? Давайте разбираться. Это, скорее всего, это видеокарточка, скорее всего. А это у нас наш центральный процессор. Вот, вот этот коннектор, почему-то у нас тоже воткнут криво. Или он воткнут криво, или что это такое? Так, термопаста, ну, в принципе, вполне свежая. Но, за ее качество я бы не ручался. Вот, вытираем так, чтобы она... У нас процессор был чистый. Чип NVIDIA. Вот, прям как в воду глядел. Вот он наш чип. Кстати, под нагрузкой видеокарточка вполне себе хорошо себя чувствует. Ну, то, что я играл, она была в районе 70 градусов, может быть. То есть, она охлаждается прилично лучше, чем процессор. Это, конечно, неплохо. Ну, и... По мне, так лучше пусть они вместе были бы градусов на 80, чем... Процессор был на 100, а VEUKу на 70. Так, все чисто. Теперь вот этот бомбический радиатор, кстати. Очень много термоплощадок, который, видимо, еще параллельно охлаждает и память видеокарточки. И какие-то еще дополнительные силовые элементы. Дроссели, по-моему. По-моему, это процессорные дроссели. Не берусь утверждать, но, по-моему, это они. Все, вот так мы их почистили. Репастить я это буду очень просто. Я обычно не заморачиваюсь. В интернете есть много разных вариантов, как правильно наносить пасту. Я обычно делаю очень просто. Я делаю точечку в центре кристалла. Но тут продолговатый. Мы, может, сделаем не точечку, а сделаем небольшой продолговатый. Так, а-ля запятую. Вот, пасту я использую МХ4. Вот, посмотрим, как она справляется. Сейчас я еще раз протру чипы, чтобы они были не пыльные. Перед тем, как наносить. Все-таки, чем чище, тем лучше. Вот так вот я распределю пасту. Я ее немножко размажу здесь, чтобы она хорошо растекалась. То же самое с процессором. Процессор, кстати, махонький. Просто ужас. Я давно не разбирал ноутбуки с новым техпроцессом. Вот сейчас чуть побольше положу. Вот, в принципе, под давлением это все должно распространиться на весь кристалл. И проблем быть не должно. Жалеть мы пасту тоже не будем. Здесь надо, конечно, попольше. Вот. Ну что, теперь давайте поставим все это обратно. Я сначала аккуратно вставлю кулеры, чтобы они мне не мешались потом. Один. Один есть. Второй у него по длиннее как раз его этот. Они тут, кстати, удобно очень становятся в свои места. И когда опускаем на площадку, стараемся опускать равномерно, чтобы все легло четко, никаких проводков не замять. ничего. Ничего не пропустить. Ничего не пропустить. Окей. Значит, так, закручиваем по нумерации болтиков. То я бы советовал просто закрутить, а потом, может быть, немножко подтянуть. Второй. Третий. Четвертый. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И опять протягиваю их с самого начала, чтобы они точно были закручены. У нас третий. Четвертый. Пятый. Ну, сильно, очень усилий не надо применять. Шестой. И седьмой. Просто, чтобы они были затягиваться. Обратно прикручиваем болтики-вертушки. Они какие-то немножко ущербные. На вид. Надо аккуратно закручивать, чтобы они не сорвать. раз-два. Кстати, отверточка очень прикольная. Это Ваустик. Около 30 долларов в любом китайском магазине. Ни в коем случае не реклама. Действительно удобная штука. Особенно, когда работаете с мелкими винтиками, которые хотелось бы затянуть. Вот. Откручивать раздражает долго. Так. Это мы закончили. Закрываем крышку. Крышка, кстати, здесь модная. С какими-то сотами непонятными. Да ладно. Здесь я все закрутил. Возвращаем крышку на место и, соответственно, закручиваем обратно. Прощелкиваем защелки, чтобы они болтались. Даже если мы сейчас не прощелкнем, они прощелкнут, когда мы будем непосредственно затягивать болты. В принципе, порядок тут не принципиален. Как я предполагаю, напоминаю, длинные. Два длинных у нас уходят сюда, а везде в остальных местах у нас короткие. по большому счету у нас сборка почти закончена. Сейчас перейдем к тестированию. Изменилось ли у нас что-нибудь после нашей замены пасты. Все. Итак, давайте посмотрим, что будет, если после замены термопасты мы запустим System Stability Test. Выиграли мы что-либо от замены термопасты. Вот, нагрузка пошла 100%. Троттлинг 13,11. Температура в небесах. все классно. В кавычках понятное дело. Вот, разгоняется, разгоняется, разгоняется кулеры. Надо посмотреть вообще один. Или оба кулера разгоняются. Да, оба кулера на максимальных оборотах. и у нас 99 градусов на третьем ядре. Давайте немножко подождем. Все-таки может быть инерция на температуру. тактовые частоты пока 3,4, 3,8. то есть вот он как раз троттлит. Скидывает. на третьем ядре. Так. 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 видно прямо как он пытается поднять тактовую частоту чуть температура снижается и его сразу же обратно скидывает мы видим здесь проседало причем в принципе видеокарточка себя чувствует вполне себе нормально при этом всем хотя почему-то она стоит на 960 мегагерцах но это возможно из-за программы записи в принципе надо заметить что нагрузить вот так вот серьезно в принципе процессор довольно сложно исключить что это 6 ядерный процессор это наверное только по декодированию видео какой-то конвертации я не думаю что скажем так вы сможете играть на лэптопе в игру которая сможет нагружать видеокарточку таким образом чтобы она и не тормозила и полностью загружал этот процессор вот я нам сейчас за остановлю записи посмотрю сколько будет график после остановки записи влияет ли видеокарточку на данный момент на температуру процессора в общем как вы видите сейчас наверное опять начнет подниматься троттлинг я только сейчас включил бандикам и по итогу через 4-5 минут после того как видеокарточка не работала и у нее температура была где-то 55-54 градуса троттлинг упал где-то на 2-1 процент не более того вот сейчас я снова остановлю видео хотя ты может быть я даже не буду восстанавливать то что я сейчас попробую сделать я попробую еще и понизить напряжение на процессоре с помощью intel extreme тюнинг утилити вот так вот она выглядит тюнинг утилити я буду понижать напряжение на процессоре в принципе как замену термопасты на новом устройстве так и андер вольтинг процессора это все может быть привести к потере гарантии поэтому ребята вы делаете это сына на свой страх и риск если вы эти вещи делать я знаю свой порог я уже несколько раз игрался с настройками андер вольтингом я знаю что у меня порог минус 135 мили вольт не более того если больше то начинает выпадать васада компьютер перезагружается много всяких неприятных вещей вот так что давайте поставим минус 135 посмотрим поможет ли нам это в принципе мы видим что троттлинг опять начал расти расти он начал потому что я снова включил видео и подключилась бандикам и она снова нагружает видеокарточку значит я сейчас снова остановлю видео и просто покажу вам результат через пять минут например это будет выглядеть с андер вольтингом с новой термопастой с охлаждением основу который основывается только на кулерах самого лэптопа ну вот где-то после 10 минут теста без нагрузки видеокарточки только с нагрузкой процессора в итоге даже удалось дойти до 1 2 процентов троттлинга сейчас вы будете это видеть выше но вот по графику вам будет понятно что там был минимальные значения там был 120 процентов но не больше двух то есть в принципе полностью брать троттлинг не получилось но хотя бы минимизировать его при условии что нагрузу на руку гружен только процессор если бы видео карточка была нагружена сильнее то скорее всего тут у нас ничего не спасло вот такие вот результаты как то так спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал увидимся